Слушайте, ну это же как Баленсиага, только это можно купить. Изначально бренд задумывался как продукт для путешествий. Причем не для профессиональных путешественников, не вот это там байдарки, серьезные рюкзаки, а для людей, которые просто любят самостоятельно передвигаться и отдыхать. Если вообще так глобально подходить к этому понятию, то хоба – это человек с генетической тягой к обретению нового опыта и перемене места. Неважно вообще физически он меняет места, либо он ментально меняет, либо эмоционально меняет там что-то в своей жизни. Он просто все время хочет перемен. Это бренд и бизнес, который родился единственно правильным путем. В тот момент, когда мне пришла эта идея, я в принципе даже не задумывалась о том, что у меня может быть там когда-то свой одежный бренд, швейное производство. Это как раз тот случай, когда не художник ищет идею, а идея ищет художника. Было лето, мы ехали с моими друзьями в Сочи по серпантину, проснувшись где-то под джугбой. Я вылезла к ним с заднего сидения и сказала «одноразовые чехлы для чемодана». Пока мы доехали до Сочи, была уже практически полная концепция. Вторая фаза была, когда мне оперировали гейморит. Это, как говорится, нет хода без добра. Очень долго была операция, я пришла в себя. И буквально через полчаса, когда я могла подниматься, я нашла бумажку, ручку, взяла телефон и начала судорожно всем звонить и рассказывать о том, что вот у нас есть бренд, называется он «Хоба». Ну то есть процесс завертелся совершенно фантастической скоростью. У нас не было своего производства. Мы размещали заказы у подрядчиков. И очень быстро поняли, что у нас очень мало рычагов воздействия на сроки, качество. И пришли к выводу, что нам необходимо собственное производство. Наталья подготовила бизнес-план. Я нашла потенциальных инвесторов. Мы сделали им презентацию проекта. И, может быть, конечно, такого не бывает. И многие говорят, что это удивительное. Но нам трое инвесторов, все трое, сказали да. Мы выбрали одного. И, собственно, вот с ним уже в течение года работаем. Уже 1 сентября у нас была отшита первая мини-коллекция. 1 сентября у нас был готов логотип. Мы отдали торговую марку на регистрацию, сертифицировали одежду. Буквально за три недели мы сделали все. Первыми нашими клиентами были рекламные агентства. В первых числах октября у нас был первый большой заказ. Мы шили дождевики для торговой марки «Йота». От момента идеи до момента создания собственного производства прошло 4 месяца. Уже в январе месяце у нас было собственное производство. Там, где сейчас расположена фабрика. Настояли швейные машины, был набран персонал. И мы уже отшивали первые изделия. Здесь у нас начало-начал. Это экспериментальный участок. Здесь работают люди, которые от нуля, от идеи создают модели. Это Лена. Человек, который отшивает первые экземпляры. От которого, собственно, зависит, как и будут выглядеть наши модели. Когда я показываю вот так, она всегда знает, что это 20 сантиметров. Показываю вот так, она всегда знает, что это 10 сантиметров. Ну, наверное, благодаря этому взаимопониманию практически все модели мы принимаем с первого раза. Я очень довольна тем, как мы работаем, какое у нас, собственно, есть чувство друг друга. Вы понимаете, вот такое, ты встаешь утром, и ты понимаешь, что ты не можешь этого не сделать. Вот просто. Потому что если сейчас этого не сделаешь, тебя разорвет просто. Вот, на мелкие части. И с этим чувством мы год живем. Ты каждое утро встаешь, и у тебя нет такого, господи, опять на работу. У тебя есть такое, что как можно быстрее попасть на работу. Летом мы приходим сюда иногда в 7. Весь цех работает с 7 у нас. Ну, это их осознанный выбор. Мы тоже, как собственники, приходим в 7-8 утра. Ну, что последнего, победного. Это Люба, руководитель производства. Это человек, который вот за все это отвечает. Это человек, через которого все изделия входят в массовые пошивки. Производство в Саратове – это одно из самых логичных решений. То есть есть торговые марки, которые раньше отшивались в Китае, и сейчас частично размещают у нас свои заказы. Есть торговые марки, которые отшивались в Италии, и сейчас переходят к нам. Ну, потому что ту цену, которую мы даем, дает возможность людям действительно качественно и с выгодой для себя работать. Сейчас на данный момент у нас порядка 20 швей, но для Саратова это очень хорошее производство. Это нужно понимать. Жить только на те деньги, которые приносит бренд, особенно в начале, когда он еще не раскручен, когда ее еще не знают, очень сложно. Вот сейчас за год мы выходим, наконец-то, на ту стадию, когда порядка 50% денег приносит именно наш бренд. Мы отправляем посылки по всей России, а также за рубежью – Испания, Германия, Латвия. Помимо этого, мы продолжаем активно развивать свое производство и работаем с такими брендами, как Александр Рогов, Blackstar, Стильняшка, Фишер. И это только начало. Периодически спрашивают, где ваши эскизы. Кто у вас рисует эскизы, покажите эскизы. Мы немножко по другому принципу работаем. Я, если честно, вообще не умею рисовать. Это как один мой любимый дизайнер Монт Гуэра говорит, я рисую, как усмелительный ребенок. У нас как-то так получается, что я буквально на пальцах объясняю, показываю какие-то референсы, какие-то фотографии. И девчонки все прекрасно понимают, о чем идет речь. Рисунки, они возникают чуть позже, это уже не эскиз, это технический рисунок. То есть, когда у нас вещь отшита, проработана полностью, и когда мы уже даем массовое производство, вот здесь вот, собственно, возникает вот этот технический рисунок. Успешность модели определяется тем, сколько ее продано. Вот этот дождевик, он лидер продаж. То есть, сколько мы продали этого дождевика за год, мы не продали больше ничего. Он просто бьет все рекорды. Сейчас концепция, она претерпевает изменения. То есть, она не меняется как-то радикально, она просто очень серьезно расширяется. То есть, сейчас мы шьем одежду не для путешествий все-таки, мы шьем просто очень удобную одежду. А размер на гифте какой? 39-й. 39-й. Ходить мы вам будем. Хорошо. Слушай, ну что, нашли мы? Нет, еще одна осталась. Одна? Шестой. Одну номер. Твой номер шестой. Ти-эм Хоба Кот. Борды аплодисменты, дорогие друзья. Аплодисменты. Мы приезжаем на показ, обнаружим, что у нас не хватает шесть моделей. Причем, это модели, которые приходили к нам, отмерялись, под которых мы отрезали брюки, покупали обувь, да? И в итоге они все участвуют в каком-то другом проплаченном показе и достаются нам. То есть мы сейчас здесь вмешиваемся за кулисами, хватаем любую девушку ростом, ну, выше метр семьдесят, и пытаемся каким-то образом строить нашу одежду. Друзья, мы хоть встречаем общий выход к коллективу обыдов. Сначала тоже была такая тема, что нужно просто нашить хороших пальто, шить хорошие куртки и просто зарабатывать на этом деньги. Ну, то есть не позиционируй себя вообще там особо как какой-то менкрутой бренд. Просто должно быть красиво, добротно и недорого. Недорого – это главный, наверное, принцип наш, потому что одежда, она должна быть доступна. Модная одежда должна быть доступна. Если вообще люди начинают заниматься чем-то в фэшн-индустрии, у них есть миссия определенная – сделать эту страну хотя бы немножко, не знаю, более прогрессивной, более красивой, более яркой. Вообще такие вещи случаются, когда ты начинаешь делать то, что ты хочешь делать. Вот не то, что нужно рынку, не то, что хотят люди, не то, что тебе советуют, не знаю, там, в Инстаграм еще где-то. А почему бы вам не пошить вот такое пальто? Ты делаешь то, что ты хочешь. И вот тогда это реально пробивает людей. Тема аудитории вообще очень интересная тема, потому что, когда мы все это делали, мы думаем, что аудитория будет молодая. 17 плюс прямо с копейками. И так и было вначале. Вторая наша аудитория, как это ни парадоксально, это женщины 50 плюс, ну, в смысле размер. Потому что у нас огромное количество оверсайз, большое количество спущенного рукава. Вот опять же кимоно здесь завязки, и можно регулировать, ну, ширину куртки. Ну, и плюс, сейчас есть такой термин, как колени проблемной молодости. Ну, это как раз вот 40 плюс. Это люди, которые состоялись в профессии, это люди, которые воспитали детей, и это люди, которые теперь хотят самовыраживаться. Ну, отличает, во-первых, комфорт. Во-вторых, отличает то, что это замечательно носится, практичная очень одежда. Если что-то там испачкалось, можно просто отряхнуть и пойти дальше. И, в принципе, очень бюджетные вещи, доступные буквально каждому. Теперь тоже один из самых покупаемых вообще у нас предметов. Это вещь, которая просто пошла на ура среди жюри и Волга Fashion Week. И очень серьезные люди сейчас ходят вот в таких наших шапках. Вообще, для чего участвуют конкурсы? Для меня это, в первую очередь, важно для того, чтобы понимать, что мы движемся в правильном направлении. Если учесть, что во всех дальнейших этапах будет европейское жюри, это важно, потому что задача выйти вообще на... Ну, сначала на европейский рынок, потом и на мировой. Мы выиграли все. Вот весь призовой какой-то фонд там был, то есть, собственно, мы выиграли все. Для меня это было искренним потрясением. Серьезно. Я когда вышла на сцену для вручения, для меня это было шоком. Причем шоком очень приятным. Это, ну, для меня это было подтверждением того, что есть в России люди, которые реально понимают, что-то понимают в трендах, которые реально что-то понимают в фэшн-индустрии, которые видят и ценят качество того, что ты делаешь, которые понимают, что вообще для чего ты это делаешь. Ну, и самое, конечно, было приятное, когда все закончилось, все жюри пришло к нам на стенд. Главная, конечно, фраза, что ваша торговая марка – это надежда вообще нашей текстильной промышленности российской. После этих слов все, ради этого стоило жить. Тогда уже на том этапе четкой формулировки не было у меня, позиционирования бренда. А вот эту вот четкую формулировку совершенно неожиданно мне принесла модель одна на первом нашем показе. Девочкой 18 лет, она посмотрела на нашу одежду, и она говорит, слушайте, ну это же как баленсиага, только это можно купить. Вот эта девочка, она, наверное, дала как раз толчок к тому, чтобы я наконец-то себе призналась, что мы занимаемся модой, мы делаем моду. Моя любимая фраза – российский фэшн безжалостный и беспощадный. Потому что он реально безжалостный и беспощадный. Очень легко делать моду тогда, когда у тебя есть все. В российском фэшне нет ничего. Как я поняла, что в России считается модой. Обязательно должны быть перья, стразы, кринолины. Вот тогда это фэшн. Либо какой-то совершенно безудержный, безумный арт. Да, как перформанс, может быть, это и интересно. Есть реально очень интересные мастера перформанса. Но если это рассматривать как моду в ее истинном, правильном понимании, это мода, то в чем сподио можно выйти на улицу. Субтитры создавал DimaTorzok Когда меня спрашивают, что для тебя идеал вообще, куда ты стремишься, ну, конечно же, я хочу славы Зары. Можно говорить о том, что Зара вторична. Можно говорить о том, что какие-то там, не знаю, качественные вещи и так далее. Но Зара – это монстр, который одевает половину мира. И не просто одевает половину мира. Он за приемлемые деньги очень качественно и модно одевает половину мира. Это мега круто. И зачем вообще что-то делать, если ты не хочешь большого? Я хочу большого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok